Миллионы граждан Казахстана стонут под кредитным бременем. У многих заложены дома, автомобили. В поисках выхода люди нередко попадают из одной трясины в другую, вкладывают свои кровные в различные финансовые пирамиды. В результате, став жертвой мошенников, теряют последнее, что у них оставалось. Вы, пострадавшие от финансовых пирамид, просите у нас помощи. Спрашивайте, можно ли вернуть ваши деньги. Сегодня мы ответим на ваши вопросы на конкретном примере. Несколько дней назад в Кустанай завершился судебный процесс. Сельхозмагната Василия Разинова обвиняли в мошенничестве в особо крупных размерах. По данным обвинения, Разинов получил кредит в Евразийском банке развития на сумму 80 миллионов долларов. В конечном итоге Василий Разинов не вернул банку 52 миллиона долларов. Вы, наверное, подумали, не вернул, так не вернул. С кем не бывает. Банк ведь может забрать залог. А с этим как раз проблема. Никакого залога Василий Разинов банку не предоставил. Все 80 миллионов долларов он вытащил с помощью фиктивных зерновых расписок. То есть Разинов дал Евразийскому банку свои расписки, а взамен получил кредитную линию на 80 миллионов долларов. В Казахстане суды зависимые. Зависимые не только от властей, но и от денег. Украдете телевизор или корову и сядете года на три в тюрьму. А если украдете миллионы, а еще лучше десятки миллионов долларов, вы с вероятностью в 99% отделаетесь легким испугом. Вот и Василий Разинов отделался всего лишь двумя с половинами годами ограничения свободы. Не лишения свободы, а именно ограничения свободы. Кроме того, суд Кустаная решил не конфисковывать имущество Василия Разинова. То есть Разинов не только остался на свободе, но и сохранил свой бизнес все свои полтора миллиона гектар сельхозугодий. Чтобы не сажать и не конфисковывать имущество у Разинова статью мошенничества в особо крупных размерах, суд переквалифицировал в другую, менее тяжкую – причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. В случае с мошенниками-основателями финансовых пирамид, обокравших жителей Актубе, Атырау, Актау, Уральска и Астаны, ситуация может сложиться подобным образом. Мошенников, а точнее исполнителей посадят. А вот закулисные игроки, те, кто крышевал и давал зеленый свет преступному бизнесу, никто не тронет. Возможно, даже имена настоящих владельцев пирамид нигде не прозвучат. Надо понимать, что в Казахстане подобный бизнес, да и вообще любой бизнес с оборотами в миллионы долларов, невозможно открыть и вести без крыши из силовиков и чиновников. Все эти финансовые пирамиды открывались и прикрывались госорганами. Прикрывались до поры до времени. Как только запахло жареным, исполнители отправили в бега. Под шумок денежные средства были выведены и спрятаны. Те суммы, которые якобы арестовали полицаи – всего лишь крошки с барского стола. Все основные и украденные средства давно выведены или перепрятаны на другие счета. Теперь отвечаем на вопрос, что делать. Создайте инициативные группы по регионам и городам. Распределите обязанности. Например, одни пусть и ребят силовиков. Требуют полной информации по делу. Другие занимаются социальными сетями и связями с журналистами. Третьи организовывают акции. Чем больше четких обязанностей вы возложите на членов групп, тем лучше. И, конечно, вокруг лидеров всегда должна быть сильная многочисленная группа поддержки. Следует регулярно проводить акции. Неважно, как вы их будете называть – собраниями или митингами. Главное, перестаньте просить. Требуйте, а не просите. Раз власти в течение достаточно долгого времени позволяли вести этот преступный бизнес, пусть власти и помогут с возвратом долгов. Банкирам, кровопийцам они ведь помогают. Выделяют миллиарды долларов из Нацбанка на спасение банков. Вот пусть вам они тоже помогут. Собирайте побольше людей к акиматам. Не верьте обещаниям и не верьте полицаям, как, например, этому Годлевскому. Постоянно нарастающее давление – вот, что сейчас вам нужно. Необходимо добиться создания специального фонда для помощи пострадавшим от финансовых пирамид. И контроль. Контроль нужен обязательно. Ваши люди должны следить за распределением ресурсов, иначе крупные вкладчики вернут деньги, а более мелкие останутся ни с чем. Случаев, когда люди с помощью хорошей организации и системного давления добивались своих целей, более чем достаточно. И кредиты списывались, и работу давали, и даже из иностранных тюрем выпускали.